Довольно часто слышу этот вопрос, но когда ты уже что-то позитивное расскажешь, когда уже будут какие-то новости более-менее интересные, обнадеживающие, по крайней мере заставляющие думать, что не все еще потеряно. Вот сегодня будут такие новости, как раз сегодня будем рассказывать о хорошем, речь пойдет, как вы уже поняли, о поправках в Конституцию. Правда, прием предложения от населения уже закончен, как-то мы этот момент пропустили, как-то нас не спросили, но все-таки есть в нашей стране активные граждане, вот в городе Уфе нашлись и прислали, в общем, свои какие-то предложения. Очень надеюсь, что эти предложения может быть благодаря вам. Ну, дойдут, если не до рабочей группы, то, по крайней мере, хотя бы люди об этом узнают, поэтому делайте репост. Итак, пункт первый. Идея о создании нового органа государственной власти Госсовета. А отвергнуть, как надуманную, поскольку президент становится техническим, тут совершенно согласен. И больше скажу, не то, что технической фигурой президент в данном случае становится. Появление вот некого Госсовета, который возьмет на себя огромное количество полномочий, даже станет выше некоторых ветвей нашей власти, а точнее всех трех ветвей нашей власти, даже выше по статусу, чем должность президента. Это полностью ломает конституционный строй. Это уже, в общем, государственное преступление. Пункт два очень мне нравится. Ликвидировать Совет Федерации, который не избирается, а назначается президентом через своих губернаторов, назначаемых им же. Этот орган придуман искусственно, стоит больших денег его функции передать Госдуме. Не могу не согласиться, потому что и я, и многие мои коллеги уже сто раз говорили, что даже если мы не понимаем, люди, которые в этом постоянно плавают, какие функции выполняет Совет Федерации, по какому принципу он формируется, что они там вообще делают. Я думаю, простые смертные вообще не одупляются. Что это за зверь такой Совет Федерации? Когда-то, да, когда-то в Совете Федерации он был придуман как Верхняя Палата Российского Парламента, в которой были представители территории, то есть представители регионов. Главным образом губернатор и кто-то от Законодательного Собрания региона. То есть формировал Совет Федерации вот по такому принципу. И вот эти по два человека. Кого-то назначал ещё президент. И вот эти вот люди действительно в Совете Федерации представляли интересы своих территорий. То есть там велись какие-то обсуждения именно предметные. А у нас в республике Тыва нет дорог, например. А в Москве почему-то их строят семимильными шагами. Может быть как-то переспределим немножечко бюджетные деньги на дорожное строительство и часть денег дадим в Тыву. Вставал там губернатор какой-нибудь Саратовской области и говорил, ребята, или депутат от Саратовской области, член Совета Федерации, говорил, ребят, а у нас вот другая история, да, там, и так далее. Это было. Чем занимаются сенаторы сегодня? Ну, кроме как какой-то ерундой. Вот буквально вчера Мизулину показывал. Клишас, да, все мы его прекрасно помним, знаем. Бокова, которые сидят и думают, какой бы закон ещё об ограничении интернета придумать. Территориями своими занимайтесь. Вот чем должен заниматься Сенат, Совет Федерации. Повторюсь, когда-то он этим занимался, сегодня нет. Там такие должны быть, как Коля Бондаренко, которые отстаивают интересы своего города, своей области. Им не надо лезть ни в какие дебри. Есть такой хороший фильм «Авиатор», помните? Какого хрена сенатору от штата Мэн делать в Техасе? Задал там вопрос во время суда главный герой, я с ним абсолютно согласен. В том виде, в котором Совет Федерации существует сегодня, он не нужен. Число депутатов в Госдуме сократить с 450 до 100 человек, берегите деньги. Ну, тут я не соглашусь, потому что 86 регионов в стране и хотя бы, ну, хотя бы там по два, по три представителей этих регионов должно быть в Государственной Думе. То есть, допустим, кто-то избирается от, не знаю, исполнительной власти, какой-то кандидат, которого выдвигает исполнительная власть, там тот же губернатор или там мэр города, если речь идет о городе-миллионнике. Кто-то избирается от законодательной власти, кто-то избирается от общественности. Вот три депутата, я бы поменял саму структуру, саму схему, то есть, может быть, даже не по партийной принадлежности там им находиться, а именно по интересам своих избирателей, по категориям. Вот этот человек представляет исполнительную власть. Он пытается продавливать вопросы, которые интересны представителям этой исполнительной власти. Вот этот представляет законодательную власть. Он с точки зрения закона, что не все в порядке в Датском Королевстве, в какой-нибудь Ростовской области. Он там ратует вот эту сторону. Ну и третий депутат, чисто социальные какие-то моменты. Но это должно происходить вот по такому принципу, что именно идет кандидат от, допустим, общественности, а не от партии Единая Россия, не от партии КПРФ. Как мы поняли, вся эта партийная принадлежность, это полная ерунда, ничем они там не занимаются, кроме как берут под козырек и есть так точно. Вот, наверное, это уже здравое предложение. Снизить порог с 5 до 1 процента на выборах в Думу имеется в виду, чтобы первая партия не использовала свободные голоса путем хитрой арифметики. Но вот я только что сказал, я бы вообще, да, например, это свое предложение, я бы убрал вот это вот голосование по партийным спискам, потому что сегодня действительно очень хитрое. Какая-то схема работает, когда, допустим, принимают участие 10 партий в избирательной кампании, там 5-7 процентный барьер, ну, на разных выборах по-разному, я имею в виду на разных уровнях выборов, преодолевают там 3-4 партии, а люди-то голосовали за 10, и дальше идет очень хитрое распределение. То есть в пользу партий-победителей отдаются голоса, которые отдавались за все остальные партии, не преодолевшие вот этот самый барьер в пропорциональном соотношении. То есть, грубо говоря, ты голосовал за яблоко, от вам Единая Россия перелезла этот 7-процентный барьер, и вот часть твоих голосов в процентном соотношении, то есть получается, что посчитали их 4-70 процентов, да, вот 70 процентов тех, кто голосовали за яблоко, голосов отдаются Единой России. Из какого перепугу, я этого не понимаю, вот так вот они получают большинство, то есть в реале там за Единую Россию проголосовало 100 человек, а они получили 150 мандатов. Вот так вот сегодня получается, поэтому я считаю, что эта система себя изжила. Ну, в принципе, может у вас есть какие-то предложения. Запретить депутатам Думы приватизировать полученное для работы жилье. Всегда так было, в какой-то момент действительно появилось, что они смогли прихватизировать. Всегда было такое понятие, как служебное жильё. И в Советском Союзе, и на постсоветском пространстве это всегда было, то есть оно было до момента, пока ты служишь Родине. Ушёл со службы, всё, верни, пожалуйста, эту квартиру, дачу, там чем-то ещё пользовался обратно. В наше время вдруг депутаты начали получать в собственности эти квартиры. Причём я могу понять там с теми же военными историю. Человек 25 лет отгорбатился на это государство, прошёл там 2-3 войны. Наверное, он заслужил её депутат, который отсидел там один срок в Думе, вон какой-нибудь Шлегель. И говорит, что ему, я не понимаю. Здравая идея запретить депутатам нажимать кнопки за отсутствующих подельников, за нарушение исключать обоих, а то в зале никого нет, а голосуют получается единогласно. Тоже видели массу случаев, когда действительно полтора землякопа пришли, остальные непонятно где были, что. Но решение принято, там 370 голосов. Хотя вот так по головам посчитали, там 30 человек в зале сидит. Ну вот, согласен. Точно так же, как в трудовом законодательстве записано, прогуливать можно только по одной причине, по двум. Заболел или умер. Или взял отгул. Обосновал, зачем он тебе нужен. Там отпуск, отгул, неважно. Всё, то есть всё, что прописано в трудовом законодательстве, как касается это любого из нас. А дальше прогулял, гуляй, Вася, всё, тебя увольняют по 33 статье, как везде. И уж тем более, конечно, никто не может нажимать никакие кнопки. Интересный пункт. Установить общую месячную зарплату высшим должностным лицам страны в зависимости от мрот, от прожиточного минимума самого бедного субъекта Российской Федерации. Не секрет, что в разных субъектах мрот разный. То есть, если он в Москве повыше, то где-нибудь в какой-нибудь Курганской области он ниже. Причём разрыв там достаточно приличный. В две, там в пару тысяч рублей даже иной раз случается. Я тут абсолютно согласен, для того, чтобы наши чиновники и вообще слуги народа работали активнее, их зарплату надо привязать вот к этому самому мроту. Взяли по самому бедному региону, там 9 тысяч, например, или 8 тысяч в каком-то регионе мрот. Вот от этого, там, скажем, зарплата президента 100 мротов, премьер-министра 95, министра и депутата 90, ну и далее вниз по ранжиру, абсолютно согласен, это заставит их, по крайней мере, ну, можно будет задавать вопросы, откуда деньги ЗИН? Мы-то и прекрасно знаем, какую зарплату ты получаешь. Вот, и второй момент, ну, захотят жить богаче сами, значит, они им рот вынуждены будут поднимать, и для нас с вами это хорошо. Празднить Росгвардию, созданную для подавления от собственного народа, тут не соглашусь, тут, наверное, не упразднить её надо. Тут надо просто конкретно прописать, вынести поправки в закон о Росгвардии и просто прописать. Для чего она вообще нужна, какие функции она выполняет, потому что сегодня непонятно, чем занимается Росгвардия. То есть, читаешь, она дублирует функции всех ведомств силовых, она дублирует функции вооружённых сил, она дублирует функции полиции, она дублирует функции, там, ФСО в ряде случаев и так далее, и даже ФСБ иногда. Поэтому тут надо прописать, что конкретно, чем конкретно эта Росгвардия занимается. Если, значит, они выступают в качестве придатков или дружинников к сотрудникам МВД, к сотрудникам полиции, то, значит, они должны вести себя как полицейские и руководствоваться законом о полиции. Это должно быть просто где-то прописано, а этого всего нет. Интересный пункт, в случае неявки кандидата на выборную должность для участия в дебатах, исключить его в выборной кампании, запретить выдвигаться впредь? Тоже много об этом говорено, переговорено, абсолютно согласен. Потому, что не понимаю, с какой радости. У нас, я уже забыл, когда на дебаты приходили какие-то кандидаты, начиная с президентских выборов и моду взяли, заканчивая там выборами где-то в муниципальных мэров каких-то городов, тоже перестали ходить, присылают вместо себя каких-то доверенных лиц. Дебаты для чего нужны? Дебаты нужны, чтобы мы с вами увидели, кого мы избираем. Откуда я знаю, стоит Владимир Путин или губернатор Московской области Воробьёв, мэр Москвы Собянин или губернатор Свердловской области Куевышев, что-то он там вещает мне в телевизоре. У меня нет гарантии, вернее я даже знаю, что он читает речь по бумажке, которую ему кто-то написал, а я хочу услышать его мысли. Мне не нужен актёр, я могу Роберта Де Ниро нанять на должность президента и кто-то ему будет писать бумажки, он будет в телевизионном эфире их зачитывать. Да любого артиста из Погорелова театра поставь вот такой же Путин или такой же губернатор, что мне бумажки-то читать? Ты приди, я хочу посмотреть, как ты принимаешь решение увидеть, услышать. Да, как ты ведёшь себя в каких-то достаточно сложных ситуациях, потому что руководитель это ещё и дипломат, он встретился где-то с кем-то, с кем-то другим руководителем другого региона, вот два губернатора они сидят между собой о чём-то спорят, за закрытыми дверями пусть, и у него нет бумажки, т.е. один губернатор задал другому вопрос, который не прописан в бумажке, вот как он себя поведёт. Для этих целей нужны дебаты, надо всё это увидеть. А у нас, повторюсь, актёры, ну вот мне не нужен актёр, в виде губернатора и тем более президента. Если надо, Деда Мороза на Новый год я найму, это две-три тысячи рублей стоит посмеяться. Да ладно. Ну и последний пункт, вот этот вот, он мне очень понравился, но я его оставлю на следующий эфир, послезавтра разберём более детально, он классный. Ну и свои предложения пишите в комментариях, я как раз зачитаю. Хорошего дня!